Невидимый брань 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 Мол, ну тогда все простительно, что чего же тогда? Я человек слабый, я человек немощный, чего от меня ожидать? Какие еще мог быть ко мне вообще претензии? По-другому-то и быть не могло. Вот об этом и дальше пишет нам преподобный Никодим. «Однако ж, сознаваясь так и таким себя чувствуя, поопасись допустить беспечную, поблажливую мысль, что поскольку ты таков, то будто правый некий, имеешь делать что-либо неподобающее». Очень важно здесь за собой следить, чтобы здесь вот это смирение, оно не было ложным, оно не расслабляло нас, оно не оправдало бы в наших же глазах наши же ошибки. «Нет, несмотря на то, что ты немощен и худонравен, все неподобающее делаемое тобой вменяется тебе в вину, несмотря на что вменяется тебе в вину, ибо все происходящее тебя произволением одаренного, произволением твоему принадлежит, и как доброе бывает тебе в одобрение, так худое в охуждение или в осуждение». То есть о чем здесь говорится? О том, что несмотря ни на что мы имеем, как здесь сказано, произволение, то есть мы имеем возможность выбирать, мы имеем внутреннюю свободную волю. И при любой ситуации внутренний выбор, он всегда остается за нами. Как здесь учатся те отцы, что внешнюю нашу свободу Господь ограничивает своим промыслом. Внешние какие-то события, внешние обстоятельства. А вот внутреннюю свободу человека Бог не трогает. Ни Бог не трогает, ни тем более демоны не могут в наше внутреннее решение за нас принять. Бесы могут искушать человека, могут призывать к злу, могут предлагать ему образы греха. А наполнить этот образ вниманием, сочувствием, желанием, силой, делом, в конце концов, это уже дело самого человека. Нужно понимать, что все происходящее от нас, оно, соответственно, оценивается. Это доброе бывает в одобрении, худое в осуждении. Поэтому, сознав себя худым вообще, то есть худым имеется в виду, да, недостаточным для хорошей, праведной жизни, сознай вместе и виновным себя в том худе, да или зле, в которое впал настоящий час. Осуди себя и укори, и при том себя одного, не озирайся по сторонам, ища на кого бы свалить вину свою. Ни люди окружающие, ни стечения обстоятельств не виноваты в грехе твоем. Виновно одно злое произволение с твоего себя и укоряй. Вот золотые слова. Не ищи вину ни в чем. Не ищи. А то, знаете, очень часто мы начинаем действительно оправдывать. Вот меня воспитали не так, вот близкие не такие, вот время не то. Но, знаете, как пример, встречаешься с человеком пожилым, и бывает задаешь вопрос, что да почему человек в храм не ходит, Богу не молится, не исповедуется, не пречается, и слышит такой ответ. Вот нас не научили. Вот мы жили в советские времена. Когда закончились советские времена? Уже сколько лет назад? 25. Даже больше после 1988 года в нашей стране прекратилось давление на церковь, прекратились гонения на людей, желающих жить христианской жизнью. То есть больше 25 лет назад. Соответственно, если человек за эти 25 лет так и не сдвинулся с места, не пожелал что-то узнать касаемо веры, не пожелал начать жить согласно этой вере. Ну, кто в этом виноват? Виноват власти когда-то советские, да, или какое-то воспитание безбожное, ничего подобного. Виноват ты сам. Ты сам не пожелал что-то в своей жизни исправить. Да даже если бы и действительно кто-то тебе бы мешал, но внутри себя ты сам всегда делаешь выбор. Всегда во все времена среди жесточайших гонений находилось довольное количество людей, желающих жить по Евангелию, желающих жить свято. И жили своей жизнью, исповедовали Христа и приводили через свою жизнь многих и многих к вере во Христа. Так вот, да, виновно одно злое произволение твое себя и у корей. Однако ж не будь похож и на тех, которые говорят, да, я это сделаю, что ж такого. Нет, после сознания и самоукорения, поставив себя пред лицом неумытной правды Божьей, поспеши возгреть и покаянные чувства. «Сокрушение и болезнование о грехе не столько по причине унижения себя греху, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милости лично тебе явившего в призвании тебя к покаянию, в отпущении прежних грехов, в допущении к благодати таинств, в хранении тебя на добром пути и в руководстве по нему». Да, то есть вот важно не просто увидеть себя немощным, не просто осознать, что это я виноват в грехе, а очень важно возбудить в себе покаянное чувство. Очень важно. Причем, смотрите, здесь еще есть очень хорошее замечание, что мы должны сокрушаться не столько, что нам тяжело и нам плохо от того, что мы согрешили, а в первую очередь должны сокрушаться, что мы оскорбили Бога, что мы, получается, снова предали Его любовь, Его милость к нам, Его прощение нас, Его заботу о нас. Ведь это ведь так и есть, это же не какое-то здесь вымышленное нечто. Ведь так и происходит. Всякий раз мы, нарушая волю Божию, мы снова и снова предаем Его. Об этом нужно скорбеть в первую очередь. Это должно быть причиной для нас борьбы с грехом. Мы читали, да, вот в начале книги об этом, что именно вот эту основу должны духовной жизни поставлять. Чем глубже сокрушение, тем лучше. Но как бы ни было сильно сокрушение и тени, не допускай нечаяния помилования. Помилование уже совсем готово. И рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтобы и ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. С этим упованием подинец душой и телом и вопи, помилуй мя Боже, повелицей милости Твоей. И не переставая его пить, пока не вочувствуешь себя виновным, милуемым, так, чтобы вина и милование слились в одно чувство. Да, то есть смотрите, какие здесь удивительные советы, что, то есть, сокрушение должно быть чем глубже, тем лучше. И одновременно вместе с этим сокрушением мы не должны допускать ни капли отчаяния, ни капли безнадёги. А должны как раз всё больше и больше надеяться на то, что помилование для нас оно уже готово. Ох, ради нас на крест пошёл. А от нас вот именно ожидается, что, то есть, раскаяние, сокрушение, да, и начало исправления. И тут же вот тебе и милость. Вот на этом сегодня мы с вами закончим читай Гула 28, продолжим её читать в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok